Следующий элемент и формы, который мы должны изучить, это создание вот этих кнопок. Здесь мы видим два вида кнопок, на самом деле их всего четыре, но мы все их изучим. Первый вид – это кнопка отправки. Самый часто используемый вид – обычная кнопка отправки данных. Если мы по ней нажимаем, у нас идет обращение к обработчику, и ему передаются данные. Кнопка очистки занимается тем, что очищает все поля. Если человек что-то в них ввел и нажал очистить, они вновь будут сброшены в ноль. Третий вид кнопок – это кнопки картинки. Допустим, вы можете захотеть какую-то необычную кнопку, которую вы либо нашли в интернете, либо сами нарисовали, и хотите, чтобы данные отправлялись именно по нажатию вот такой кнопки. Это тоже возможно. Это кнопка типа image, изображения. Мы о ней тоже будем говорить. И четвертый вид кнопок – это просто кнопка. Она даже, по сути, к формам-то и не относится, потому что она не отправляет данные, не очищает форму. У нее нет никаких функций, она просто кнопка как кнопка. Она обычно используется где-то в теле самой страницы, не всегда даже вместе с формой. И обычно нужна, бывает, при программировании на Яваскрипте. Потому что на эту кнопку мы можем повесить какие-то действия, например, скрыть часть страницы, изменить фоновый цвет страницы и так далее. Все эти четыре кнопки мы сейчас разберем. Начнем мы с создания обычной кнопки отправки данных. Она создается с помощью тега input опять же. Под нее давайте создадим мы отдельный абзац. Так, и даже желательно саму текстовую область также заключить в абзац, чтобы у нас не было неожиданностей. Так, и на следующей страйке создаем абзац под кнопку. Пишем input. Так, и в данном случае это будет type submit. Submit можно перевести как подтвердить, отправить. Вот таким образом создается кнопка. Естественно, ей желательно дать сразу имя. Можно также назвать ее submit или submit button, как хотите. И если мы хотим, чтобы на кнопке было написано слово отправить, мы должны дать еще attribute value, значение. И напишем отправить. Отлично. Теперь, если мы сохраним и посмотрим, мы увидим нашу кнопочку отправки данных. При этом, если я ее сейчас нажму, то увидим, что у меня идет обращение к файлу form.data.php, которого пока еще не существует. Но эффект сам понятен, что когда мы нажимаем эту кнопку, у нас идет обращение к обработчику, который мы прописали в атрибуте action у самой формы. Это был первый вид кнопки. Следующий вид кнопки – это кнопка очистки. Давайте ее прямо рядом сделаем. Она делается обычно около отправки. Можно даже до кнопки отправки. Также input. Атрибут type. Только в этом случае мы уже пишем type reset. Reset – это сброс. И также можно дать имя. Также reset. Если мы хотим, чтобы на кнопке было написано слово сброс, то задаем еще атрибут value и пишем сброс. Сохраним, проверим. Вот у нас появилась кнопка сброса. Теперь попробуем что-нибудь ввести в наши поля. Изменим радиопереключатель. Добавим чекбоксов. Изменим тут значение. Что-нибудь напишем. Я нажимаю сброс. У меня все возвращается к исходному состоянию. Вот так работает кнопка type reset – сброс. Следующий момент – это у нас кнопка отправки в виде картинки. Эта картинка находится у вас в дополнительных материалах. Зайдите в курс по html и найдите там файл ibutton.png. Скопируйте ее в нашу папку html и внутри каталог images. Теперь нам нужно установить эту кнопку и посмотреть, как она работает. В принципе, эти кнопки можно не трогать. Сбросы и отправки. Мы просто на следующей строке добавим еще одну. Она также создается с помощью тега input. Пишем type. Type здесь нужно писать image, то есть картинка. И при этом, раз мы пишем, что это картинка, мы должны указать путь, где она лежит. Это делается с помощью атрибута source – src. Здесь мы прописываем, что она лежит у нас в папке images и называется ibutton.png. Здесь, в принципе, value задавать не нужно, потому что у нас текст написан на самой кнопке. Можно задать только имя. Например, image button. Вот таким образом. Сохраняем файл, обновляем страницу. И вот мы видим на следующей строке эту кнопку отправки. Если я ее нажимаю, то у меня тоже самое происходит, обращение к файлу form.data.php. То есть эта кнопка, как вы понимаете, работает точно так же, как и кнопка типа submit. Но здесь просто вместо обыкновенного вида кнопки, который принят в операционной системе, в которой вы работаете, появляется уже картинка, которую вы сами хотите. И последний вид кнопок, который мы изучим, это кнопка, просто кнопка, я ее называю. Она даже, у нее даже тип, просто кнопка называется button. Создадим новый абзац и пишем, что input type button. Если мы хотим, чтобы на ней что-то было написано, пишем value. Назовем кнопку, и можно дать имя. Сохраним, проверим. Вот она, эта кнопка появилась. Я ее нажимаю, никаких действий не происходит. И, в принципе, как я уже сказал, ее можно использовать не только в рамках формы, но и где угодно на странице. Если вы пойдете дальше, будете изучать JavaScript, jQuery, то там такие кнопки можно применять в очень разных целях. Поэтому вот знайте, как они создаются. На этом все. С кнопками мы заканчиваем. Жду вас в следующем видео.